Сегодня в Киеве представители нашей оппозиции, ну образно так скажем оппозиции, представители гражданского альянса Казахстана встретились с Михаилом Саакашвили, бывшим президентом Грузии, а ныне Мирилом что ли демократических преобразований, человеком на который принято всегда ссылаться, учить твоего опыт демократических преобразований в Грузии, которое провел Саакашвили со своей командой, ну и особенно конечно с Каха Бендукидзе. И наши поехали сегодня казахстанские представители гражданского общества на деле на чапан Михаила Саакашвили. Батонов Михаил опубликовал пост об этом, где он говорит о своих планах, отмечает о встрече с представителями гражданского общества Казахстана. Так вот, обращаясь к Батону Михаилу и обращаясь вот с открытым к нему видеообращением, и не зная как обратиться к нему лично, у меня нет с ним контактов, прошу тех, кто посмотрит это видео, либо тегнуть уважаемого Батона Михаила, либо передать ему это видео, если с ним есть какие-то связи, особенно это касается друзей из Украины, которые в числе моих подписчиков тоже есть. Так вот, уважаемый господин Саакашвили, сегодня вы встретились с представителями гражданского общества Казахстана, они себя так вам отрекомендовали, но я бы хотел, чтобы вы знали, что к вам приехала самая, что ни на есть, казахстанская вата, пятая колонна пророссийской силы. Чипан, который носят в повседневной жизни, вот седенка моя родная шьет их. О, спасибо, огромное. Спасибо вам одеть. Ну и к чипану прилагается... О, это очень полезно. Да, его можно и на джинсы одевать, кстати говоря. Супер. Вот чуть-чуть с размером не угадали, да? Нет, нет, все еще. Можно просто рубить больше. Да, да, здесь надо будет дырочку сделать. Вот этот дырочку, казахский национальный чипан. Послушал я открытое видеообращение Марглана Баранбая к Михаилу Саакашвили по поводу его встречи с казахскими оппозиционерами, псевдо-оппозиционерами, по сути говоря, с казахскими представителями русского мира в виде, не знаю, кто там был, барейг, горожанки. Я всех по фамилии не знаю, но я так глубоко не погружен в эту тему, как Марглан Баранбай. Но Марглан Баранбай делает правильную работу. Конечно же, тут явно Михаилу Саакашвили использует в темное, использует в своих пророссийских интересах наша пятая колонна казахстанская. Но потом я посмотрел видео с этого мероприятия, где некий казахский блогер, которого зовут Арман, кажется, дарит Михаилу Саакашвили по старой казахской традиции нашу казахскую атрибутику. Шопан, как он выразился, повседневный, и ремешок. То есть должен быть, конечно же, хороший ремень такой, но по факту вышло то, что вышло. Шопан, надо сказать, действительно очень-очень позорнейший. Я уверен, что этот блогер Арман, являясь казахом по национальности, всю жизнь прозвавшую в Казахстане, он прекрасно понимает, что такие вещи дарить нельзя. Вот в таком позорном виде. Если бы он какому-нибудь Аксакалу подарил бы такой Шопан на каком-то торжественном мероприятии в городе Шимкенте, например, наверное, ему бы плюнули в лицо и бросили бы этот Шопан в ноги. И, наверное, прошлись бы по нему ногами и ушли бы с этого мероприятия, и больше никогда бы не возвращались. А Михаил Саакашвили, кроме того, что он плохо погружен в нашу политическую жизнь, он плохо погружен и в наши казахские национальные традиции. Отсутствие или наличие казахских орнаментов на Шопане, вообще о многом говорит на самом деле, ведь у нас орнаменты несут в себе очень глубокий смысл. Допустим, простейший казахский узор в виде бараньего рога, он символизирует под собой достаток, в прямом смысле желая хозяину этой вещи, чтобы его овцы никогда не голодали, чтобы его отары были многочисленными, чтобы он никогда не голодал по жизни, чтобы его семья не знала горя, чтобы всегда жила в достатке. А если Михаилу Саакашвили подарили вот такой вот позорный халатик без наших казахских орнаментов, наверное, ему пожелали жить впроголодь, ходить всегда с протянутой рукой, работать на самых тяжелых пастушьих должностях. В общем-то, вот этот подарок, он, наверное, и открывает всю суть этого собрания, всю подставную сущность, все вот это отношение организаторов этого мероприятия к главному герою, Михаилу Саакашвили. Наплевательское отношение. Да, и еще этот ремешок, детский ремешок, надо сказать. Вообще ремень – это признак мужественности, ремень – это признак мужчины. На ремне казахи носили свое вооружение, тяжелые мечи, сабли, ножи, личное вооружение. То есть ремень, он должен выдерживать большие нагрузки и быть солидной вещью. А тут, не знаю, на Михаила Саакашвили натягивают этот школьный детский ремешок, на котором дырочек не хватило, чтобы обернуть его в большое грузинское тело. Чуть-чуть с размером не угадали, да? Нет, нет, все еще. Можно просто пробить больше. Да, здесь надо будет дырочку сделать. На нем не только меч, даже кухонный ножик висеть не сможет. Ну, в общем-то, в глазах казахов все стало понятно. В чисто трактовке кочевой культуры Михаила Саакашвили на этом мероприятии полностью оскорбили и вот этим халатиком, и вот этим школьным ремешком, который так и не смогли застегнуть на его животе. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok